О чем мечтал Дон Гу, когда был подростком? Я хотел стать актером. Моя мечта была всегда неизменной. Мне очень нравится быть на виду. Когда я учился, у меня не было особых интересов, но я написал поэму. Такое чувство, что я ждал этого шанса. Обычно школьники застенчивые и не хотят ни в чем участвовать, но я был другим. Я очень хотел играть в сценках. Думаю, мне хотелось выплеснуть свою энергию и показать себя всем. Каким актером Юн Шин Юн помнит себя в 20 лет? Я прошел через те же жизненные этапы, что и любой человек с улицы. Я долго готовился к актерству, ходил на прослушивание. Так я и начал. Не думаю, что были особые моменты, но думаю, это своего рода благословление. Независимо от времени, все упорно трудятся, даже сейчас. Думаю, моя мечта сбылась благодаря шансам. Юн Шин Юн живет и мыслит правильно? Многие, кто меня не знают, говорят так. Я много раз говорил, что я не веду идеальную и правильную жизнь. Я часто поддаюсь на своего рода искушения. Бывает, что я растерян и пытаюсь найти правильный путь. Я хочу быть добрым и жить правильным человеком. Но это мое желание, а не моя природа. Мечты и задачи Юн Шин Юна в 30 лет. В свои 20 я прошел через взлеты и падения, совершил много ошибок. Но это и стало моим фундаментом. В этот период я понял, в чем хорош, а в чем нет. Теперь мне 30, и я знаю, с чем могу справиться, чего хочу. Так что сейчас я более уверен в себе. Я могу показать всем свои истинные навыки. В 20 лет я любил брать ответственность, потому что считал, что это поможет преодолеть мои слабости и стеснительность. Но по отношению к тем, кто дарит мне любовь и ждет меня, я не идеальный человек для них. В их глазах я хорош в одном или паре вещей, и они продолжают ждать меня. И я не буду стесняться своих слабостей перед ними. Я хочу стать более свободным. Вроде того, я хочу заниматься любимыми вещами с человеком, который правда любит меня. Как создался твой уникальный характер актера? Меня взяли на шоу «Одна ночь-два дня» постоянным участником, потому что у каждого человека есть свой цвет. Так зачем мне прикидываться другим? Думаю, что это правильное решение. Я вовсе не особенный, я просто хочу показать настоящего Юн Шин Юна. Если я стану травить шутки, как Ким Джун Хо, то уже не буду самим собой. В шоу я упрямый, старомодный, неловкий и трудолюбивый. Это мое истинное лицо. Твои причины для волонтерской работы? В прошлом у меня просто появилась такая возможность. Впервые это было из-за религии. Все церкви хотели делать благо, и я просто присоединился. Со старшей школы и до дебюта я всегда участвовал в благотворительности. Из-за названий этих организаций ясно, что в них не участвуют звезды, и их нет на ТВ. Но в таких местах много людей, которые действительно хотят этим заниматься. Эти люди делятся своими историями. Тогда я думал, если бы такое место посетила хоть одна звезда и накормила детей рисом, то у этих детей появился бы стимул жить дальше. Вероятно, я тогда решил, что хочу преуспеть и стать известным, чтобы посещать такие места и помогать этим детям. Тогда я понял, насколько это большая сила. Я не самый известный и влиятельный человек, но даже я могу дать надежду этим детям. Я понимаю, какими возможностями владею. Даже сейчас я считаю так же. Не знаю, когда смогу привлекать внимание людей к этому, но это моя судьба, и мне нужно одобрение Бога. Раньше я всегда хотел достичь этого, что имею сейчас. Я такой человек, что держусь за свою первую мечту. Я всегда хотел стать корейским Робином Уильямсом. Я хотел бы иметь такой же теплый взгляд. Хочу быть актером, который дарит многим людям надежду и любовь. И было бы здорово делать это в интересной манере. Возможно, шоу «Одна ночь, два дня» — это своего рода практика на пути к этой мечте. Я хочу стать актером, который сможет дарить людям надежду и веру. Когда мне будет 40-50, а потом 60, я хочу помогать младшим коллегам. Будь то материально или духовно. Я все еще расту в этом плане, но позже хочу стать хорошим образцом для подражания. Это мечта моей жизни. Несколько слов для твоих фанатов. После армии я боялся возвращаться к жизни знаменитости. Как я уже говорил, все было совершенно новым для меня. И я был благодарен за все. Для меня это счастливый мир, который постоянно развивается и меняется. Если будете ждать и надеяться, как я, откройте для себя новый мир. Запомните это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok